Здравствуйте, друзья. Друзья, товарищи, братцы, хуятцы. Приветствую. Сегодня я вам покажу то, что выставил на вечеринке присказка. Это последняя получается уже в этом сезоне вечеринка в городском формате. Следующая это уже получается сам фестиваль, самый неебический. Ради чего вообще стоит в эту движуху вникать? Это как раз таки выездные крупные фестивали. Сказка конкретно. Покажу вам, какую идею мы придумали, как мы ее реализовали, что получилось по итогу, где я обосрался, где я, сука, обосрался. Я буду рассказывать вам, будете слушать, ну по классике, как обычно мы это делаем всегда, да, я там рассказываю, слушайте, смотрите ролик, ставите лайк обязательно, ну как обычно, вы все это делаете, правильно? В этот раз будет коллаборация. Рисую вместе с одной девочкой, по имени Полина. Дама с художественным образованием, и она умеет от руки. Создаем некий женский образ, референсом к которому послужила фотография моей подруги. Выражение лица такое, то что надо. Вон возьми вот этот вот. А вот тела как такового у нас нет, поэтому будем придумывать. Вот возьми карандаш. Просто накидай приблизительно. Я могу вот этого чувака включить на проекторе, потому что нужно именно вот точно такое же положение тела, а не лину. Ой, где он? Есть правда поза, которую хотелось бы видеть, но желательно в женском исполнении. А это один из моих нереализованных эскизов. В общем, концепцию ты поняла, как бы исходя из того, что мандалы будут даже на два сантиметра поменьше, чем вот эта. Да, и в композиции еще будут мандалы от Насти Галантер. В принципе, есть представление, как это все должно выглядеть, поэтому нужно просто это исполнить. Я лично бы никогда не смог нарисовать тело от руки, потому что не знаю ничего о правильном построении и пропорциях. Нет у меня такой скилухи. А у Полины она есть. А в чем она будет? Черная. Чисто силуэт. И немного посидев, поработав, у нас появился Digital, который мы уже могли проецировать на фанеру. Не будем жадничать. Заюзаем сразу целый лист на этот проект. Руки получились довольно детальными, и вырезать лобзиком, я думаю, у нас вряд ли получится. Ну так качественно, как надо. Поэтому сейчас, грубо, располовиниваем лист и тащим крамочу на ленточку. Смотрите, какая история. Проект уже, в принципе, я его уже сделал, считай, неделю назад. Неделю назад все это произошло. И об этом, кстати, знают ребята, которые подписаны на мой телеграм-канал. Я туда сливаю такой... Он получился более личным таким. То есть, я туда сливаю всякую дичь, вообще, на то, что в голову придет, и спойлерю очень много всяких спойлеров. То, что, допустим, сейчас на ютубе выходит уже таким вот с консолидированным форматом, там разрозненно, порционно вкидывается в мозги подписчиков. Так что, если вы хотите приобщиться к такому формату, милости прошу, в описании там все ссылки. То есть, ну, как обычно. Вот каждый раз, одно и то уже говорю, ссылки в описании, ссылки в описании. Уже привыкнуть должны все. Уже должно на подсознательном уровне. И то, что лайк надо поставить, и что комментарий, и вот эту всю хуйню надо выполнять, друзья. Выполнять, потому что это важно. Для кого, не знаю. Для меня, наверное. Наверное, для меня. Заготовка уже в черном, и я приступаю к изображению велика. Кстати, сочетание цветов в этот раз выбрал довольно удачно. Я прям сам пропёрся. Использую такой, жёлто-салатовый. Будет вторым цветом. Кстати, когда выбирал банки в интернете, он показался мне более зелёным. Пользуюсь случаем, хочу сказать спасибо Артону, за то, что помогают мне в реализации всех творческих задумок. В нынешнее время это особенно ощутимо. В очередной раз подобрал палитру для новых идей. И, как видите, банки незамедлительно пошли в дело. Третьим цветом мы выбрали такой люминесцентно-розовый, ядрёный такой пиздатый. Дальше увидите, насколько это реально удачное сочетание. Но на жёлтый наносить его просто так нет смысла. Поэтому подготавливаю трафарет, чтобы предварительно сделать белую подложку. Нанести её из баллончика. Вот ещё момент. Какой момент? Проект, он родился вот просто моментально. Идея пришла сразу же, всё скомпоновалось в голове очень быстро. И он очень быстро был создан. То есть мы за... Если взять чисто время на производство... Ну, часов 20. Просто тут ещё такой момент, что всё сохнет. Это тоже ведь надо ждать. Это же тоже идёт в копилку. То есть это тоже время. А так, работа... Ну, она несложная как бы. Но, тем не менее, вот на ажиотаже, на таком прикольном подъёме, мы её завалили довольно быстро. И это, кстати, очень хороший показатель. У меня с Кадамами так же было. То есть они за день у меня реализовались как идея. То есть я не говорю о том, что я нарисовал конкретно их. И нарисовал тоже быстро. Из-за того, что идея сразу, ага, бустила, бустила сразу это желание что-то создавать быстрее, потому что идея свежая, чувствуешь интуиция, подсказывает, заебись, заебись давай. Тут то же самое произошло, мы её там очень быстро сделали. Уже, считая, финишная прямая, добиваем все нюансы кисточками. Решили очертания силуэта белыми не оставлять. В цвете они как-то поинтереснее всё-таки. И, в принципе, уже всё готово. Давайте наносить лаковые покрытия. Давай рисую вышку, а я пойду показал очевидную тему. А она у нас будет непростое. Ну, первым слоем уже по классике ложится матовый. Всё прям так, как я люблю. И вы посмотрите, все цвета прям сразу же начинают орать. Насыщенность выходит на какой-то космический уровень. А вот теперь уже можно немножко изъебнуться. Локально наношу светоотражающий лак. Тот самый, который мы использовали в проекте с инопланетянином. Тот, который отражает свет прям ярко. Ну, вы помните, если не видели, то вот подсказка. Но он не сразу начинает работать, потому что он пока сырой. Но здесь он навалил нормально. И здесь ушёл вот так вот, видишь, по-мокренькому видно. Я планировал, что этот эффект пойдёт в пользу зрелищности этой работы. И покрывал не всё сплошняком, а только верхушку. В надежде, что лампы на площадке задействуют этот эффект. И тут произошло нечто неприятное. Я всё нахуй испортил! Ну посмотри на это! А как это лучше? Блядь, это хуйня, короче, от растворителя. И на лак. Ёб твоё мать! Ну, придётся ручной, значит. Не знаю, как её отговорить. Дождаться, пока высохнет, это... Ну, почему это доисправить? Ну, что ты говоришь? Ух! Ну, что ли, да? Был, а тороплю. Ну, тут же торопимся. Я тороплюсь. Ну, это позор, в общем-то. Мой конкретный, личный. Я сам расстроился. Ну, что произошло, в общем? Я хрен знаю. Просто в чём вообще проблема? Проблема в том, что я, как всегда, всё отложил до последнего. Тянул до последней ночи, когда уже завтра ивент. И я кладу лак, думаю, сейчас на утро высохнет. Замотаю, блядь, бумажкой и отвезу. Всё нормально будет. И тут происходит страшное. Я... Первый слой, он уже постоял немножко. Он постоял уже такой, типа, я потрогал. О, не липнет, нормально. И думаю, сейчас я чуть-чуть бумажечкой прикрою. Накидаю на порошу вот этим лаком. И сразу же сниму. И хуй. И я потом только понял, что ничего. Не получилось бы никогда. Потому что лак сразу же прижался. Ещё сверху накидалось этого вот растворителя. Там всё равно же он замешан с таким каким-то... Ну, с растворителем. Чего там греха таить. Лак, он в себе как бы содержит определённую долю растворителя. Он пошёл в реакцию с бумажкой. Бумажка пошла в реакцию с предыдущим слоем. Ну, и в итоге Володя лох. Сейчас ничего делать уже не получится. Тут просто лак был, видишь, сырой. И я на него положил. И потом ещё сверху навалил ещё растворителя. И он получился вот так вот. Представляете, всё было распланировано. Всё было, блядь, распланировано. И вот одна мельчайшая какая-то оплошность, которая меняет абсолютно всё расписание. Я не еду на монтаж. Я не еду... Я проёбываю день. В общем, давайте об этом поговорим в следующий раз. Потому что там ещё кое-чего произошло. То, что будет темой следующего ролика. И это важно. Об этом поговорим. И об этом поговорим, кстати, довольно быстро. Потому что уже всё смонтировано. Но я не хочу сейчас это всё в один котёл. Потому что считаю, что темы разные. Немножко надо это разделить. Она там тоже заслуживает отдельного внимания. Об этом хочу поговорить отдельно. Поэтому давайте поставим некую интригующую запятую в этом повествовании. Но, конечно же, для тех, кто подписан на Телеграм, никакой интриги уже и не будет. Всё уже всё в курсе. АПЛОДИСМЕНТЫ